Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. И снова повторяю, для тех, кто не знает, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наши телеграм-каналы, собственно, и ру-версию, и версию на английском языке, кому актуальна. Соответственно, дополнительный контент для принятия торговых решений, если вы в нем, конечно же, нуждаетесь. Но, на мой взгляд, чем больше информации, чем больше вводных и точек зрения, тем, соответственно, выше шансы, что мы сможем принять верное торговое решение. Ну что ж, друзья, сегодня день обещает быть не менее интересным, чем прошлый. Сегодня эстафету значимых фундаментальных отчетов перенимает заседание Европейского Центрального Банка в 14.45 по московскому времени. ЕЦБ будет пересматривать процентные ставки. Конечно же, ставки не изменятся, поэтому сразу хочу сказать, что не это главное сегодня. Важнее будет послушать, что думает руководство Европейского Центрального Банка, в частности Кристин Лагард, относительно дальнейших перспектив европейской монетарной политики. Об этом мы сможем узнать на пресс-конференции Лагард, которая состоится через 45 минут после оглашения решений по процентным ставкам. Вот тут точно стоит рассчитывать на серьезную волатильность, потому что сейчас евро, в принципе, уже отличается повышенным вниманием, собственно, к себе, исходя из высоких показателей волатильности. Но когда на повестке есть такое значимое фундаментальное событие, друзья, нужно, конечно же, держать руку на пульсе, нужно еще раз адекватно оценить общий фундаментальный фон. И, как я периодически говорю, в таких условиях нужно рисковать, если вы действительно имеете представление о том, как может повести себя актив, при том о фоне, который складывается. Ну, чтобы далеко не отходить от динамики европейской валюты, сейчас котировки 1.0905. Вчера, кстати, после того, как мы с вами в очередной раз обсудили перспективы евро, европейская валюта развила еще большее снижение и протестировала многомесячный лоу на отметке 1.0808. После чего пара восстановилась и сейчас вот фактически на тех уровнях, которые я назвал. Очень похоже на то, что сейчас отрабатывает тактика покупай на ожиданиях, продавай на фактах. По поводу новостного фона он остается исключительно негативным для еврозоны и для евро в частности. Отчеты по бизнес-оптимизму, оценки экономических условий, перспектив для бизнеса на ближайшие 6 месяцев. Все данные, все цифры, все показатели, все ожидания крайне негативные. Оно и понятно, что бизнес сомневается в этих самых перспективах на фоне роста инфляции, стокфляции и энергетического кризиса, который все еще характерен для экономики валютного блока. Собственно, прогноз ВВП Германии вчера был пересмотрен с понижением с 4,8 до 2,7%. Это, друзья, еще не предел. Я уверен, что в случае, если Европейский Союз все-таки протащит шестой пакет экономических санкций, который может включать уже ограничения на энергетический сектор России в полном объеме, то есть речь пойдет о полноценном эмбарго на все энергоносители, которые сейчас поставляются на территорию ЕС из России, то тогда мы увидим еще больше скачок инфляции, еще больше снижения потребительской активности, еще больше замедления экономического роста и очевидную уже стокфляцию. Поэтому какого-то просвета фундаментального для экономики еврозоны точно нет. Сегодняшнее заседание Европейского Центрального Банка. Можно было бы, конечно же, предположить, друзья, что еврозона – это такая же страна, такой же регион, как и прочие, если говорить о странах, которые характеризуются как самые развитые экономики мира. И на фоне роста инфляции Европейский Центральный Банк, как регулятор, который отвечает за стабильность цен на внутреннем рынке, должен тоже бороться с этой инфляцией, повышая процентную ставку. Я бы согласился с этим доводом, если бы мы от руководства Европейского Центрального Банка ранее получили бы сигналы на то, что ставка может быть повышена. Но этих, друзья, сигналов нет. Поверьте, не нужно додумывать за Европейский Центральный Банк. Если бы ЭЦБ действительно планировал что-либо скорректировать в ставках и ужесточить политику, нас бы заранее к этому подготовили. Но я в это верю и считаю, что ЭЦБ не мог просто пустить все на самотек. Поэтому, если не было сигналов от ЭЦБ, я думаю, что и по факту сегодняшнего заседания мы не получим, разумеется, решения по росту процентной ставки. И я думаю, что даже не услышим намека на то, что политика может быть изменена. На мой взгляд, курс Европейского Центрального Банка, который предполагает сохранение стимулов в силе, так же, как и курс Банка Японии, это то, что сейчас, вероятно, даже более уместно и лучше побыть в таких условиях. Потому что у нас есть примеры и других центральных банков, которые сейчас активно ужесточают монетарную политику, но при этом инфляция не идет на спад. Возможно, ЭЦБ делал выводы и учился на ошибках других центральных банков. Если мой сценарий окажется верным, и эти ожидания оправдаются, мы не услышим намека на рост процентных ставок в ближайшее время, то, соответственно, сегодня, друзья, европейскую валюту ждет еще один поход вниз, уже точно с тестированием поддержки 1.08 и закреплением ниже. Моя цель на эту сессию и на конец недели 1.07.50 или около на того. По другим финансовым активам, чтобы не отходить от темы роста процентных ставок, давайте вспомним про канадский доллар и заседание Банка Канады, которое состоялось накануне в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Ставка повышена на 0.5% до 1%. Кстати, это самое активное повышение ставки, точнее, повышение на 50 байсных пунктов с 2000 года. Банк Канады оказался более проактивным регулятором, чем я думал, потому что помимо повышения ставки, Центральный банк анонсировал и программу количественного ужесточения уже с 25 апреля. Канадский доллар сразу же отреагировал на это укреплением, собственно, как реагировал на последнее решение по процентной ставке. И около 100 пунктов пара в моменте потеряла. Это еще в текущей котировке 1.25.50 не наши целевые ориентиры. Я думаю, что при таких темпах снижения, как мы видим сейчас, пара доллар-канадец уйдет ниже планки 1.25 и там уже где-то будем фиксироваться. Индекс доллара 99.70 в районе 100 пунктов по-прежнему котируется. Инфляция, как вы помните, впервые за 40 лет превысила 8%, не оставив ФРСу другого выбора, кроме как пальнуть из дуплета, как видел в одной из статьи, по итогам майского заседания, то есть сразу повысить ставку и тоже анонсировать программу количественного ужесточения. Ждем этого, друзья, и, соответственно, настраиваемся на еще больше рост американского доллара. Золото радует тех, кто поставил на покупки. Сейчас котировки 1974. Не забывайте, друзья, про цель 1992 тысячи до конца этой недели. Она по-прежнему актуальна. Рынок нефти тоже радует нас. Неделя очередная очень неплохо складывается. Ну что, что сказать, действительно. 108,72 по Бренту. Классно мы восстановились с поддержкой 100 пунктов в соответствии с нашим расчетом. То, что рост последует до 110 и, вероятно, выше. Почему сейчас рынок нефти снова ролирует? Потому что, опять же, только что я отметил, что весьма актуален шестой пакет санкций, который будет касаться всего аналитического сектора России. Поддержку ценам на нефть оказал вчерашний доклад Международного аналитического агентства, из которого следует, что страны ОПЕК+, в прошлом месяце, вместо того, чтобы увеличить добычу на 400 тысяч баррелей, что нами расценивалось как недостаточно, чтобы решить проблему с дефицитом, умудрились выполнить только лишь на 10% эту квоту, поскольку рост производства составил только лишь на 40 тысяч баррелей. Этого недостаточно, друзья. При таких действиях и при такой халатности, скажем так, ОПЕК+, дефицит с каждым месяцем будет только увеличиваться. Плюс ко всему, еще и Китай продолжает смягчать ковидные ограничения в отдельных регионах Шанхая, где за последние несколько дней не было выявлено новых случаев ковида. И это оптимистично настраивает на то, что именно локдауны в Китае не станут таким уж якорем для спроса на углеводороды. И в случае улучшения эпидемиологического фона и дальше, Китай снова выйдет на прежний объем потребления, что потребует такие высокие и значительные аппетиты, более высокого предложения, которого нет, как вы понимаете. Друзья, дефицит сырья – главная тема, главный катализатор рынка нефти. Я рекомендую ставить на него и дальше, и ждать бренд в районе 110-115 долларов за баррель. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!